Приветствую вас! Я прочитал ваш вопрос, и, вы знаете, вот, я думаю, что я постараюсь дать вам ответ на вопрос, который вы задаете. Он у вас, в целом, довольно однозначный вопрос, как мне себя вести, и, собственно, стоит ли что-либо предпринимать, значит, и, собственно, или обрубить на корню. Значит, свой ответ я разобью на несколько частей, которые мне хотелось бы отдельно вам немножечко огласить, потому что они во сны. Значит, развивать отношения, вот вы спрашиваете, как развить отношения. Развивать отношения нужно только в рамках своей, то есть вашей позиции по отношению к мужчине. То есть, если вы занимаете позицию классическую женскую, то есть вы принимаете, как бы, внимание мужчины. Если так, то в таком случае вы просто принимаете, вот, некое внимание, и все. Вы не предпринимаете никаких серьезных шагов, потому что это заставит мужчину думать, что вы, например, коростный, или, допустим, что вы его подчиняете, что вы его подавляете, например, и так далее. То есть, для начала вы определяете модель своего женского поведения, какая она для вас, и после, в рамках вот этого поведения, вы уже и действуете. То есть, если мы, например, говорим о том, что вот вы занимаете позицию такую классическую, классическую женскую, ну вот как я увидел у вас в сообщении, да, то есть мне показалось, что вы занимаете именно такую вот позицию. Ну, так мне показалось, потому что эти вот ваши слова о том, что он держал меня за руку, что, собственно, обнимал за талию и не отпускал меня от себя и держал себя в руках, и так все это заставляет меня думать о том, что вы все-таки классической модели поведения женщины придерживались. А это значит, что, соответственно, исходить я в своем открытии буду из нее, из этой позиции. Значит, всем хочу сказать, стоит ли развивать отношения, решать только вам? Ответ на этот вопрос вы знаете только вы, и вы принимаете решение по поводу его, потому что никто, кроме вас, сделать этого больше не может. И я полагаю, что это хорошо и правильно, потому что мы не можем нести ответственность за вашу жизнь. Вот. Далее, значит, отвечая на ваш вопрос. Вы сказали о том же, что вы не знаете, либо вам отношения развивать, либо нет, потому что вы боитесь осуждения и сплетен. В принципе, я вас понимаю хорошо, но могу сказать вам следующее, что если вы боитесь сплетен, то в таком случае вам не стоит даже пытаться в эти отношения вступать, потому что... Ну, в этом случае вы всегда будете бояться, всегда, как бы, будете обращать внимание на то, что о вас подумают, на то, что о вас скажут, и в итоге ничего хорошего из этого не получится. Так что, здесь вам нужно определиться для себя, либо вы боитесь сплетен и не рискуете быть счастливой, либо вы не боитесь сплетен, понимаете, что они будут так или иначе, что они всегда будут и связаны они не с вашим поведением, а с людьми, с самими людьми. И, что, скорее всего, люди, они догадываются, что у вас есть что-то в начальнику, ну, потому что совсем искрыть это невозможно. И я полагаю, что не только вы знаете, что он разведен, но и другие тоже знают. Вот. И если вы, например, не будете пытаться, не попытаетесь, то потом вам же будет обидно, например, за то, что вы не попробовали. И, соответственно, вам будет обидно, за то, что вы не попробовали, особенно будет обидно, если у вас другая женщина какая-нибудь, если она, ну, с мужчиной вступит в отношения все-таки. Вот. Это, я думаю, вам будет очень обидно. Поэтому здесь решите сами. Сплетен бояться, на мой взгляд, не стоит, потому что, как я уже сказал, они всегда были, если будут. Сплетни отражают внутреннюю организацию человека, и если люди позволяют себе сплетни, ну, можно говорить о том, какие у них отношения в жизни, и какая у них полная у самих жизнь. Но это уже вопрос немножечко другого плана, то есть, это вопрос того, как вы сами отцениваете это все. И если вам будет нужна помощь по сплетням, то, я полагаю, вам можно будет помочь. Вот. Что касается ситуации, связанной с тем, что же вам делать и так далее, как себя вести. Я полагаю, что в данный момент времени вам вести себя не нужно вообще никак. То есть, хоть как вы себя вели до сих пор. Вот так вот, в принципе, и нужно себя вести, я полагаю. Почему? А потому что мужчина и вы знаете, в принципе, что вы едете в командировку. И мужчина, и вы знаете, что именно там, в этой командировке, ну, как бы, будет все понятно. Именно там, в этой командировке, будет, как бы, этот вопрос встречаться. И мужчина, если вы ему дороги, он не упустит свои, как бы, возможности своей. Вам это нужно понимать. Поэтому, если вы заняли позицию, скажем, классическую, женскую, то я не рекомендую вам что-либо делать. А наоборот, рекомендую вам оставить все, как есть, и просто надаться командировке и посмотреть, как он себя в ней проявит, командировке. То есть, я имею ввиду, если он не будет ничего делать там, то, соответственно, не так уж сильно, не так уж сильно вы ему нужны. Вот. И тогда, в этом случае, в этой ситуации, я рекомендую вам, как раз таки, просто-напросто принять то, что человек хочет быть своим. с вами и приступить в эти отношения. Ну, это, на мой взгляд, было бы логично. На мой взгляд, это было бы логично. Решать, конечно, вам. Далее, если вы занимаете позицию все-таки более активную, сами по себе, то тогда, конечно, стоит, опять же, попробовать и стоит самой больше проявлять инициативу. И инициативу вы можете проявить, в принципе, уже сейчас. То есть, я думаю, что вы можете вести себя немного кокетливо по отношению к нему. Вы можете вести себя, может быть, немножко вызывающе, может быть, улыбаться ему, как тогда вы вместе с ним. Наедине, конечно. Вот. Ибо в этом нет ничего плохого. Совершаемое. А напротив, я думаю, что это покажет ему ваши намерения, и он сможет убедиться, даже как и вы, в том, что нужен вам. Вот. Я думаю, именно так можно ответить вам на вопрос. Немного смутило меня то, что вы, значит, опасаетесь сплетен. Немного смутило меня то, что вы, как бы, обрадуетесь перед нами, что разрушаете семью. По моему мнению, нельзя разрушить семью, если в ней все в порядке, поэтому даже если, даже если бы там все было нормально у него в семье, если бы он не был разведен, то все равно сам факт того, что он какие-то знаки внимания вам проявляет, говорит о том, что у него не все гладко с женой, что вполне нормально и естественно, и как бы вполне может быть. Вот. Поэтому, вот это все говорит о том, что вы в себе, может быть, не очень уверены. Хорошо. И это проблема, но вопросы уверены все, можно рассмотреть отдельно. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались какие-то вопросы, буду рад помочь. Пишите в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!